Том вышел на улицу с ведром из верстки и длинной кистью в руках. Он окинул взглядом забор, и радость мгновенно отлетела от него, и в душе воцарилась тоска. Тридцать ярдов дощатого забора в девять футов вышиной! Жизнь показалась ему пустой, а существование тяжким временем. Со вздохом он окунул кисть в ведро, провел ее по верхней доске забора, повторил эту операцию, проделал ее снова и посмотрел. Как ничтожна белая выбеленная полоска по сравнению с необозримым материком некрашенного забора! Том сел на загородку под дерево и задумался. В это время из калитки в припрыжку выбежал Джим с жестяным ведром в руке, напевая девушке Буффало. Раньше Тому казалось ходить к насосу скучным делом, но сейчас он взглянул на это иначе. Том сказал, слушай, Джим, а давай я схожу за водой, а ты тут побели немножко. Нет, масса Том, не могу. Старая хозяйка велела мне идти прямо к насосу и ни с кем не останавливаться. Она говорила, мол, масса Том позовет тебя белить забор, так ты не останавливайся, не лезь не в свое дело. А с забором я и сама пригляжу. А ты ее не слушай, Джим, молишь, что она говорит. Давай сюда, ведро, я мигом сбегаю. Не могу, масса Том, старая хозяйка мне головы оторвет, ей-богу оторвет. Она-то, да она никогда и не дерется, разве что стукнет наперстком по голове и все. Слушай, Джим, я подарю тебе свой белый алебастровый шарик. Джим начал колебаться. Белый алебастровый, Джим, это тебе не пустяки. Ой, как здорово блестит. А все равно я не могу ослушаться старой миссис. А еще, если хочешь, я покажу тебе свой больной палец. Джим был всего-навсего человек. Такой соблазн оказался ему не по силам. Он поставил ведро на землю, взял шарик и весь охваченному любопытству наблюдал, как Том разбинтовывает палец. А через минуту уже бежал по улице, громкая ведром и почесывая спину. Том усердно билил забор, а тетя Поли удалялась с поля боя с туфлей в руке и торжеством во взоре. Продолжение следует...